37,2% именно столько составила уже промышленная инфляция в еврозоне до конца года еще шесть месяцев причем половина теплых а половина очень даже и нет да и европа сама запретила использовать себе российские и белорусские удобрения российскую нефть российские металлы российскую территорию для транзита российский лес российских туристов в конце концов чуть не забыли российские рынки сбыта тоже кроме того 99 целых и тоже две десятых процента составил скачок цен производителей в энергетическом секторе из-за антироссийских санкций и это внесло основной вклад в рекордную промышленную инфляцию как итог пром инфляция по странам выглядит следующим образом 62 процента ирландия 62 процента дания почти 49 процентов эстония 44 процента италия пока еще 33 процента германия и совсем если это можно так сказать скромно почти 28 процентов франция где желтые жилеты побегали побегали на все-таки решили что дедушка бриджит будет им новым президентом правда есть один очень веселый нюанс промышленная инфляция через три тире шесть месяцев как правило приводит к росту конечных потребительских цен то есть хваленые немецкие автомобили взлетят в цене на 30 процентов как минимум но при этом с учетом того что германия закрыла для себя российский авторынок любителей мерседесов либо заплатят еще больше либо просто забьют на этот всем известный шильдик и кто без кого проживет это еще большой вопрос ведь туристический сектор хоть италии хоть испании хоть парижа куда запретил товарищ баррель ездить путину и его друзьям уже вопят от ужаса ибо русские были хоть может быть и не такие продвинутые как это принято считать но такие богаты и вот сергей лавров вышел к микрофону и в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании сказал все как оно есть европейские жители сталкиваются с инфляцией и ухудшением уровня жизни в результате введенных санкций против россии многим из них грозит нищета россия уже давно утратила веру в договороспособность и надежность западных стран короче вы там держитесь ведь это явно не конец истории дорогие друзья в связи с отменой монетизации ютюба в россии вы теперь наша единственная надежда что канал будет работать и дальше над проектом не конец истории работают живые люди которым нужна ваша поддержка всего лишь раз в месяц 50 рублей а можно даже 100 позволит нам продолжать работать для вас потому что нам это очень нравится надеемся и вам тоже номер карты вы найдете в описании к этому ролику заранее огромное спасибо вместе победим